Из многочисленных источников мы слышим, что российские власти решили отказаться от массовой принудительной мобилизации в пользу массового же рекрутинга добровольцев посредством масштабной агитационной кампании, которая идти будет как на региональном уровне, так и среди сотрудников бюджетной сферы и госкомпаний. Мы долго не выпускали ролик на эту тему, потому что хотели убедиться, мало ли там кто чего хочет. Планы, а тем более планы, обозначенные в инсайдах и сливах, но не подтвержденные официально, имеют свойство меняться непредсказуемым образом. Однако вчера официально начался призыв. Это, во-первых, по крайней мере, на ближайшее время означает, что мобилизация откладывается. А, во-вторых, появились признаки масштабной пиар-компании по рекрутингу добровольцев. Так что, думаю, имеет смысл поговорить о том, почему Путин сделал столь странный выбор в столь отчаянной ситуации. Ведь это действительно интересная тема, причем не военная, а политическая. Всем нам, внешним наблюдателям, казалось, что первая волна мобилизации прошла плюс-минус успешно. Протесты были, но локальные и не так, чтобы массовые. Да, уехали сотни тысяч россиян, но когда это было проблемой? Пусть себе едут, лишь бы внутри не бузили. В целом, первая волна мобилизации произвела тот эффект, которого от нее и ждали добросовестные эксперты. Побед она не принесла, зато тотальное обрушение фронта остановило за счет простого насыщения живой силы. Не очень сложно просто, прикинув исходные данные, прийти к тем же выводам, к которым пришли эксперты. Вторая волна мобилизации неизбежна. Во-первых, потому что удалась первая волна. Во-вторых, потому что эффект от нее нивелируется гигантскими потерями. В-третьих, потому что на носу наступление ВСУ. В-четвертых, потому что государство явно к этой новой волне готовилось. Весь конец прошлого года — это составление списков, подготовка нормативных документов, синхронизация баз данных и цифровизация военкоматов. Ну и в-пятых, в госкомпаниях, муниципалитетах, вузах, среди всей той бюрократии, которая должна быть задействована в мобилизации, к концу 22-го года уже прошли совещания и были спущены методички, как действовать в час икс. Мы не знаем, на основании чего украинская сторона прогнозировала старт новой волны мобилизации на 15 января 23-го года. Имелись ли реальные разведданные или было высказано предположение. Но даже если это было предположение, то вполне обоснованное. Для относительно адекватного пополнения российской армии к середине весны крайний срок новой волны мобилизации как раз середина зимы. Тем более, что к этому времени закончился осенний призыв и освободился административный ресурс военкоматов. Но ни 15 января, ни к концу января, ни в послании Путина, ни к годовщине войны, ни до середины марта, ни в одну из предполагаемых дат ничего не случилось. Цены на билеты в Ереван по сложившейся уже традиции взлетали по мере приближения Путина к телекамере. Ну а помимо этого ничего не происходило. Почему же так? Почему Путин так и не принял решение, которое ему совершенно необходимо и в данном случае неизбежно принимать? Это гораздо более интересный вопрос, чем кажется. Ведь ответ на него открывает нам не ту реальность, к которой мы привыкли. Мы знаем единственную причину, по которой Путин может отказаться от очевидного шага, если издержки от его реализации будут выше, чем от проблемы, которую нужно уладить. Что может быть хуже, чем новое обрушение фронта? Что может быть хуже очередных трудных решений и жестов доброй воли, когда территории, лишь недавно объявленной частью Российской Федерации, того и гляди снова выплывут из рук? Протесты в Дагестане, пробка в Верхнем Ларсе, резко возросший уровень тревожности в соцопросах? Казалось бы, как-то это не очень сопоставимо. Но, видимо, дорогие друзья, мы с вами наблюдаем тот редчайший случай, когда реальность красных папочек, попадающих на стол Путину, прям резко хуже того, что оглашается публично. Очевидно, система про себя и свои успехи думает гораздо хуже и скромнее, чем мы про нее. Что это? Докладные записки ФСБ или закрытые опросы ФСО или мониторинг протестных настроений на местах? Да фиг пойми. Факт заключается в том, что сам Путин считает, что его система не сможет вынести все это во второй раз. Поэтому мы переходим к рекрутингу добровольцев. И не просто к рекрутингу, к небывалому массовому рекрутингу. Из того, что мы знаем, речь идет о планах по набору 400 тысяч человек, которых планируется набрать за счет агитации через региональные администрации. И надо думать, куда более настойчивой агитации через работодателей, бюджетные организации и госкомпании. Самое странное в происходящем, что нынешняя попытка поиска добровольцев не первая. Начиная буквально с конца апреля прошлого года, внезапно стало понятно, что захват 40-миллионной страны силами полутора-ста тысяч человек, то есть 15 дивизий, это утопия. А больше боеспособных военных регулярная армия выставить не может. И началось творческое состязание по поиску добровольцев на самых разных основаниях. По грибы пошли все. Министерство обороны, сулившее трехмесячные контракты безо всяких обязательств. Губернаторы со своими региональными батальонами. Вагнер и ЧВК помельче. Росгвардия. Каждый уважающий себя феодал пытался явиться конно-людно и оружно. Общими у всех этих образований были два обстоятельства. Первое. Совершенно фантастические зарплаты, обещанные добровольцем. В регионах, где зарплаты директора крупного магазина 35 тысяч рублей, людям предлагали 200 и 300 тысяч, ничего не требуя взамен. Ни образования, ни опыта службы, ни вообще какого-либо опыта, ни хотя бы годности по здоровью и возрасту. Людям предлагали не просто большие деньги, людям предлагали деньги далеко за пределами их системы меры весов. Большинство из адресатов тогдашней агитации не просто не держали такой суммы в руках, но не знали никого, кто бы держал. Второе обстоятельство, общее для всех этих инициатив, совершенно нулевой выхлоп от всех этих предприятий. История с региональными батальонами оказалась такой фикцией, что с середины осени прошлого года вы уже нигде не найдете упоминаний об этих подразделениях. А между прочим, существовали не только некие национальные формирования, но даже целый Собянинский полк. На какие фронта он убыл из июльских газетных заголовков, никто не узнает. Но он вроде как был. Самой масштабной попыткой было формирование третьего армейского корпуса. По всей стране Минобороны собирала, кого попало, и отправляла тренироваться на полигон Мулина. Пиар-машина армии добрых три месяца компостировала публике мозги относительно той сокрушительной силищи, которая вот-вотно тренируется, снарядится новейшей техникой и уж точно возьмет Донбасс. Добровольцы тем временем активно отравляли жизнь населению поселка Мулина, растрачивая свои бесчетные по местным меркам зарплаты почти исключительно на водку. Потом третий армейский корпус отправился на фронт, где попросту сгинул. Не в том смысле сгинул, что был уничтожен под ноль, а в том смысле, что с тех пор, как этих милых ребят отправили из Мулина, о них больше никто и никогда не слышал. По оценкам, в третий армейский корпус удалось набрать 12 тысяч человек, ровно одну пехотную дивизию. При всем пиаре, со всей страны, с зарплатами по 200-300 тысяч. Надо понимать, что сентябрьская мобилизация началась не от хорошей жизни. Ее пришлось проводить, потому что все остальные идеи, включая возникшую на какое-то время региональную мобилизацию, не сработали. Потому что даже с нулевой планкой входа и гигантскими деньгами удавалось наскребать совершенно смехотворное количество людей и близко несравнимое с потребностями фронта. Причем, по понятным причинам, перспектив для поиска добровольцев на первом этапе войны было намного больше, чем сейчас. Огромное количество людей и близко не отдавало себе отчет в серьезности происходящем. В телевизоре война была представлена как «let's play Call of Duty». Не был выбран весь тот контингент, которому пофиг чем заниматься, если платят 200 тысяч. Первая волна мобилизации еще не истощила беднейшие регионы. Тогда война могла выглядеть как успешное предприятие, сулящее помимо денег удовлетворение чьих-то амбиций, участие в чем-то великом. Сейчас война предстает в виде взрослых мужиков в оборванной форме, которые ноют и жалуются в своих обращениях. Сейчас она выглядит не то что непобедно, но еще и неприлично. Вот буквально русский солдат даже чисто внешне – это последний человек, кем хотелось бы стать. И это мы даже опускаем полностью весь вопрос того, чем эти люди там занимаются. Что они идут незачем войной в чужую страну и убивают там людей. К чему мы приходим? Судя по всему, мобилизация представляется власти настолько страшной, настолько неприятной и опасной перспективой, что на ее фоне выглядит привлекательным даже тот инструмент, который на практике уже показал тотальный провал. Это тот случай, когда в одной точке сходятся страх и самоуверенность. Причем оба равно оторванные от публичной реальности, от существующей в реальном мире действительности. Страх объявить мобилизацию в ожидании последствий куда более значимых, чем мы видели полгода назад. Уверенность в том, что тот инструмент, который не сработал в куда более благоприятных условиях, прямо сейчас вот даст какой-то совершенно фантастический результат. Результат, поражающий воображение и превосходящий даже планы принудительного хваталова. 400 тысяч человек вот возьмут и придут. На самом деле, объяснение тут понятное. На самом деле, наш режим остается самим собой. Старой информационной собакой, которая пытается обучиться новым трюкам. Она инстинктивно понимает, что методы тоталитарных режимов или военных диктатур, принудительное вовлечение граждан в свои дела для нее губительны. Она не умеет с ними работать. Такие методы для нее, как перфоратор в руках младенца. И дырку не пробьет, и себя угробит. Зато наша престарелая автократия верит в силу пиара. В тотальную, безграничную силу пиара, перед которым никто и ничто не устоит, включая реальность. Реальность для пиара что-то вроде хомяка на пути асфальтоукладчика. Либо он успеет убежать, либо станет нужный асфальтоукладчик у формы. Нам, думает автократ, очень опасно заставлять людей идти на фронт. Так давайте убедим их, что они сами мечтают туда пойти. В чем мы их только не убеждали ведь. Мы им продали никому и ничем неизвестного чиновника, как спасителя Отечества. Мы продали Крым, о котором никто и думать не думал, как главную скрепу, как смысл существования России и главную ее победу. Если в первый раз нам не удалось представить путевку на фронт в виде золотого неба в алмазах, то значит это только одно – плохо продавали. Но плохая для них новость заключается в том, что повторять одно и то же действие в надежде на разные результаты – это глупость. От одних и тех же действий будет один и тот же результат. Поиск добровольцев снова приведет к адовому освоению бюджетов на пиар и нулевому результату. И вновь рухнет фронт. А за обрушением фронта с приходом жареного петуха в самый неожиданный момент Путину придется переступить через политические риски и все же объявить мобилизацию. Беда для нас в том, что мы не знаем, в какой момент это произойдет. Обрушение фронта в сентябре и последующая мобилизация случились столь внезапно, что многие, слишком многие, оказались не готовы и слишком не готовы. И экстренно решали эту проблему в максимально неблагоприятных условиях, арендуя велосипед, чтобы доехать до границы в Грузии через огромную пробку. Каждый сегодня должен понимать, что действие Путина всецело зависит от успехов в СУ. От фактора, на который он не способен влиять, а значит не способен планировать. Никто не предупредит вас, что завтра будет прорван фронт, а послезавтра отменят призыв и объявят мобилизацию. Вы просто должны быть к этому готовы. Это не гипотетический, это самый вероятный сценарий. Даже так, если мы ожидаем успеха украинской армии в деле освобождения своих территорий, то мы должны быть готовы к новой мобилизации, потому что первого без второго, к сожалению, не будет. То, что мы видим сейчас, это не стратегия, это скорее самоуспокоение. А вдруг выгорят? Это же лучше, чем ничего. Мы же чего-то делаем, какие-то шаги предпринимаем. Как будто кто-то, кому нечем платить ипотеку, идет за микрокредитом. Еще месяц протяну и нормально. Разница заключается в том, что частное лицо, которое ведет себя подобным образом, разрушает только свою жизнь. Человек сам платит за свои заблуждения. Путин же за свои заблуждения заплатит вашей жизнью. И вы должны быть к этому готовы. Мобилизация неизбежна. Вопрос только в том, когда случится для нее триггер. Когда Путин поймет, что не сможет отпетлять. До завтра. А, если вы еще не отключились, подпишитесь, пожалуйста, на пожертвования на наш патреон. У нас там немножко упало количество пожертвований, что на это существует наш канал, это позволяет ему быть независимым. Так что подпишитесь, пожалуйста, если у вас есть иностранная карта. Теперь, до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok